Вот этих птенцов ушастой совы в зоопарк принесли нижегородцы. Нашли в лесах и парках. Сейчас ветеринарам приходится о совятах заботиться. Им тут предоставили жилплощадь, поселили в отдельный вольер и регулярно кормят. Пока, правда, буквально с ложечки сами птицы находить себе пищу еще не умеют. Этому их должны были научить родители, но не успели. Этих совят нам принесли, мы их, к сожалению, не можем уже вернуть в природу, потому что мы не знаем, откуда конкретно их забрали. Конкретно к родителям мы их не вернем. Наша задача сейчас их выкормить, воспитать, научить летать и вывозить в природу. Потому что такое количество совов нам в зоопарке не надо. Помощь совятам вовсе не требовалась. Подростков, которые уже не сидят в гнезде, но все еще опекаются взрослыми, называют слетками. Каждое лето в зоопарке Лимпопу буквально выстраивается очередь из тех, кто хочет помочь совам, стрижам и воронам. Птенцы только-только начинают осваиваться в природе, делая первые неуверенные шаги по травке и робкие прыжки с ветки на ветку. Люди птиц жалеют, мол, куда же они без матери и приносят их в зоопарк. О том, что нужно делать, если увидел на траве маленького совенка, знают не все нижегородцы. Поднимем и вылечим. Ну, наверное, возьму и постараюсь как-то его посмотреть, где мать, наверное, так, и положу, как птенцов в детстве, я помню. Ну, по крайней мере, с собой не возьму, потому что он не выживет. Действительно, лучше помочь птенцам забраться обратно на дерево, а то и вовсе их не трогать. Природа, система мудрая, и все механизмы в ней отлажены, человек вмешиваться в нее не должен. Стать взрослыми здоровыми птицами совята гораздо лучше смогут в дикой природе. Очень хочется обратиться ко всем нижегородцам, которые посещают леса, парки нашего города и области. Если они увидят там слетка совы или какой-нибудь другой птицы, ну, то есть птенца, который сидит в траве, ему ничего не угрожает, или он сидит на нижней ветке дерева, не нужно пытаться забрать его с собой, не нужно его трогать, потому что у этого птенца есть родители, которые его любят, они о нем заботятся и будут очень сильно переживать, когда, вернувшись с охоты, они его не найдут. Вы можете осиротить этого совенка, и делать это ни в коем случае нельзя. Алексей Александров и Алексей Завылов. Объективно. ННТВ.